можно начинать всем здравствуйте я не очень хорошо себе представляю объем аудитории но все равно здравствуйте всем вот меня зовут георгий курячий я сотрудник компании базальт спо я специально сел в переговорки так чтобы было видно наш логотип вот а еще мы занимаемся российским дистрибутивом линукс а еще я преподаватель московского государства университета в пути это вышли математики и кибернетики и читаю там разнообразные спецкурсы вот по питончику и по линуксу по сетям линукс когда-то что по системным администрированием короче говоря спецкурсы вот у меня позвали значит прочитать снег и провести некоторый воркшоп на тему вашего вот мероприятия это системные нескорблые программирование что такое нескорблые программирование я представляю себе не очень хорошо хотя наверное один спецкурс который читаю по архитектуре языку асендера он похож на это но после некоторых раздумий мы решили что вот это моя родная специфика линукс она больше приходит подходит к такому вот двухчасовом разговору вот поэтому мы с вами поговорим о чем-то что можно с натяжкой назвать системным или нескорблым программированием вот но скорее всего сейчас я покажу я сразу запущу экранчик вот видно мой кранчик да значит только здесь какой-то зум а мне нужен внизу мне нужен мне нужен вот мне нужно вот это значит скорее всего тут надо вставить несколько слов нет ни сюда последние изменения интересует ставить несколько слов относительно того как мы с вами будем понимать вот это самые системные низкоуровни в ближайшие полтора часа потому что но это слишком слишком такое расплывчатое определение вот представьте себе ситуацию которую можно назвать условно высокоуровневым программированием значит это некоторый разработчик сидит в комфортно обустроенной для него среде разработки среда это оптимизирован на то чтобы он выдавал там не знаю 20 килобайт входов в сутки вот вернее за рабочий день и никакие и какие-то значит препятствия или неудобства или непонятки в работе его программистского окружения это дело даже не его а скорее его там темлида администратор и еще кого-то вот потому что программист выдает код если он программист квалифицирован он чуть-чуть он выдает значит алгоритм не важно важно то что его задача значит реализовывать нереализованные функции в этом плане низкоуровневые программирование лично я понимаю примерно так же как я понимаю низкоуровневые языки программирования например си да не скорме язык программирования от высокоуровневого отличается тем что в его семантику включена включено понятие непосредственно исполнителя тех значит команд которые мы запрограммировали виде алгоритм там вот язык программирования си отличается от других языков ровно тем что в нем мы имеем дело непосредственно с твои номер Royale выходит в эту информацию продавать проект сервис и показатель не для того как и используется эффективность а вот даже и я исправилася типами данных и памятью предоставляет нам платформа операционной системой процессов если поднимать подниматься от языка до самого процесса программирования то по всей видимости низко уровне программирования то же самое да когда мы имеем дело не с заранее подготовленной программистской средой а с средой внутри которой мы непосредственно сталкиваемся с операционной системой с с особенностями работы этой платформы и так далее. В этом плане программирования как таковое оказывается, ну, с моей точки зрения, а я в компании работаю, не знаю, специалистом в области всего, ну, потому что так вышло. Но не важно. Важно то, что в частности я в компании работаю в том числе и, ну, как работаю, принимаю участие в жизни компании и сообщества от Linux Team, в первую очередь даже сообщества, как сопровождающие пакетов Linux. Вот, Linuxовые пакеты – это компоненты Linux-дистрибутива, и вот как раз работа с ними и требует того самого, на мой взгляд, системного или даже низкоурованного подхода, потому что каждый раз мантейнер, сопровождающий пакеты, имеет дело не с готовой средой, а с предположительной средой, внутри которой будет установлен и собран этот самый пакет. Вот, которая почему-то не работает. Если бы она работала всегда, то все пакеты бы собирались сами, никаких сопровождающих бы не нужно. Вот. Но нет, всегда есть какие-то особенности, какие-то хитрости, какие-то условия, которые нам выставляет операционная система или иное окружение, в котором мы работаем. Вот. И это, на мой взгляд, и есть то самое низкое уровне, bottom half, процессы разработки. В этом плане, как я уже сказал, само программирование отходит на задний план, а на передний план вываливается как раз процесс разработки и каких-то дополнительных инструментов, которые сопровождают эту разработку, как-то отладка и что-то в этом духе. Вот примерно этим мы с вами сейчас и займемся. Вот. А прежде чем показать что-то в этом духе, я сейчас попробую. Секунду. Что-то у меня не хочет. Не хочет. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Как не хочет, так и расхочет. Так-то у меня работает. О, прекрасно. Значит, прежде чем... Ой, не получилось. Прежде чем, значит, мы за этим займемся, давайте просто пройдемся по какому-нибудь суперпростому примеру. Я даже не знаю, где лучше мне показывать этот суперпростой пример на своем собственном компьютере или в каком-нибудь окружении, где у нас происходит практика. Наверное, наверное, все-таки удобнее сходить к практикам. Вот. Ой, это мне надо ключ добавить. Простите. Немножко тут пипежок в прямом эфире. У вас. Я правильный пароль набрал. Никто же не подглядывает. Правда, никто не подглядывает. Ну вот. Значит, да, вот здесь. Допустим, у меня даже есть тут немножко шпаргал. Допустим, мы пишем какую-то суперпростую программу, вот вроде той, которая у нас сейчас на экранах. Вот видите, вот такая программа из четырех строк, хорошо, из пяти. Да? Буквально. Значит. Вот, все. Подумаешь программу, подумаешь, на языке Си написано. Давайте попробуем разобраться, как много операций, в том числе непосредственно связанных с операционной системой, с ядром операционной системы как такового, и с исполняющей системой языка Си задействована вот в этом коде, который выводит одну строчку. Давайте для начала убедимся, что он выводит эту строчку. У вас. Ну, он ее выводит. Трудно, значит, не ошибиться. У меня, кстати, вопрос к всем присутствующим, который я забыл задать организаторам. Насколько наша вот здешняя встреча интерактивна? То есть это такая лекция в одну сторону, или я могу задавать вопрос и ожидать получения у нее ответа? Может кто-нибудь сказать из сопровождающих этот процесс? Понятно. Скорее всего, я остался один на один совсем. Ну, окей, это значит, что я буду просто вещать, если вдруг, тем не менее, если вдруг такая возможность задавать вопросы и что-то такое делать у вас имеется, не стесняйтесь этого делать, потому что самая дискомфортная ситуация, когда человек вещает в черный ящик, это я со времен ковида помню, и этот ящик ему ничем не отвечает, фактически записывает себя на плену. А мы тем временем продолжаем. Еще раз напоминаю, если есть возможность как-то интерактивно на меня воздействовать, воздействуйте обязательно, это хорошо и не плохо. Я почему здесь сделал такую паузу? Я надеюсь, что всем понятно, что сейчас произошло, я скомпилировал программу на C, а не указавши по умолчанию, как называется, исполняемый файл, называется A.RM. Вот. Для того, чтобы посмотреть, какое количество системного всякого безобразия происходит при выполнении этого A.RM, надо эту самую программу на C, на самом деле, скомпилировать с особыми параметрами. Во-первых, убрать оптимизацию, потому что иначе при отладке мы можем видеть множество строчек с надписью optimized out, то есть строка исходного текста тут есть, но в процессе компиляции или там компоновочной оптимизации компилятор решил, что вообще-то она тут вообще не нужна, эта строка, потому что там, ну вы задали константу, эту константу, тут присваиваете, ничего с ней больше не делается. Так можно ее и не присваивать, положить в память и обозначить эту память такой-то меткой. Ну и так далее. Поэтому, во-первых, надо убрать оптимизацию, а во-вторых, надо подключить так называемую отладочную информацию, дебаг-инфо. Кстати, давайте посмотрим, ради интереса, сколько занимает скомпилированная программа. Давайте даже ЛХ скажем. 19 килобайт она занимает, если мы ее просто так скомпилируем, если мы уберем оптимизацию, она уже будет заниматься все те же 19 килобайтов, видимо, видимо, разница очень невелика на такое количество кода. Да, она совершенно нечувствительна. А вот если мы добавим отладочную информацию туда, то разница будет уже целых 10 килобайтов, ну 8, потому что я соврал. А, в один килобайт. Вот, даже меньше. Но, тем не менее, эта разница есть, потому что в конец этой программы будут вписаны необходимые информации, чтобы мы с вами, проходя под отладчиком, разумеется, бинарный код на ассембле, а он совершенно бинарный, да. Вот так он примерно выглядит. Да, так вот, значит, проходя под отладчиком, могли ли наблюдать исходный код на языке программирования? Для этого нужна отладочная информация. Вот. Ну, что мы делаем? Мы запускаем отладчик, который называется GDB в случае лимус. и пытаемся, значит, понять, что у нас происходит. Есть такая команда Start, которая на самом деле представляет собой две команды комплексные. Во-первых, это загрузить нашу всю программу в память, потому что программа в память загружается не в момент вызова отладчика, а в момент старта. Вот. Точнее, не так. Программа в память загружена, но все действия по ее инициализации, они в момент старта происходят. Вот. И, во-вторых, поставить сразу временную точку отладки, временный breakpoint на функцию main. Благо мы с вами работаем с языком программирования C, и функция main – это то, что в любой программе на C, если это программа, а не библиотека всегда есть. Вот. И вот мы остановились. Можно даже посмотреть, посмотреть исходный код нашей программы, вот он весь. Команда list это делает. Значит, поскольку breakpoint был поставлен на функции main, это значит, что сейчас отладчик остановился как раз перед вызовом то ли макроса, то ли функции. Мы не посмотрели, что это. PutSt. Вот. Вот его-то давайте и пройдем. Значит, логично ожидать, что если мы вызовем команду выполнить эту операцию, то мы перейдем к строчке номер 5, такая команда называется next, вот, потом мы перейдем к строчке номер 6, а потом мы перейдем к концу программы, после чего нам, видите, говорит, что был выполнен экзит с результатом на. Вот. Тут нас, кстати, поджидает довольно забавный момент, очевидный, что вот этот экзит был вызван из какой-то 74-й строчки какого-то файла аж вот такого, да, то есть, помимо библиотечной функции put.s и системного вызова, который мы вызывали write, оказывается, существует какая-то дополнительная обмазка программы на оси, которая где-то там лежит и при компиляции к нашей программе пристраивается. Мы даже можем попробовать посмотреть, где же это такое, ну вот видите, какой-то кусочек давайте в обратную сторону промотаем какая-то функция в ад. Ну, короче говоря, первое, что мы видим, это что программы из пяти строк на оси, которые вызывают ровно одну функцию, на самом деле при старте обрабатывают довольно большую пачку каких-то значит дополнительных действий инициализирующих исполняющих систему си и после финиша, после выхода из функции main на самом деле делают еще много чего. Кусочек этого много чего поглядели. Отлаживать мы это с вами не будем, потому что это требует знаний недр библиотеки си конкретно конкретной гнушной линуксовой, на что требуется много времени, а у нас этого времени нет. Давайте лучше поступим более безнадежные, впряжемся в еще более безнадежные дела, а именно попробуем пройти эту программу не командой next, которую мы только что выдавали, n, а командой step s команда s зайдет внутрь вызываемой функции put s и мы попробуем посмотреть что скрывается за обычной обычной сишной функцией вывести строку в данном случае на экран. Ну поехали. Куда мы влезли? Мы влезли в реализацию этой функции put s она называется geopute s значит в каком-то файле eopute.c видимо это уже внутренности нашей внутренности нашей библиотеки сишной ватс. Я сейчас нажму просто enter просто enter в gdb означает повторение предыдущей команды предыдущей команды была s то бишь step мы поехали дальше. Куда мы поехали? Оу тут на всякий случай залучился файл на который мы собираемся выходить выводить что-то std aquare load вот мы сейчас должны вызвать вызвать собственно s put m std короче вот эта вот функция вывода на экран еще более низкоуровневая вывода на экран чего-то значит тут какая-то проверка тут проверяется можно ли вообще туда что-то выводить а не буферизован ли вывод после проверки вызывается еще более еще более развесистая квалифицированная функция которая называется еще более страшная и так далее и мы все проходим это под отладчиком когда же наконец наши кухуты на экране появятся какая-то проверка буферизации когда где короче говоря оказывается оказывается одна банальная функция вывода строки на экран связана с большим большим количеством дополнительных действий которые внутри сишной библиотеки как-то обсудятся ну окей давайте мы все-таки скажем континью и дойдем до конца вот видите мы не добрались до конца там еще этих вот обработчиков проверяющих и перенаправляющих было какое-то количество хотя вроде бы нескорный язык программирования куда уж проще проще чтобы нас такие дела вот уже сейчас мы с вами на самом деле затронули довольно обширный пласт того что собственно представляет собой нескорная разработка как минимум это общение с дебаггером то бишь с отладчиком который как видите чисто в командлайновой форме представлено хотя конечно же есть и графические вокруг нее оболочки но как это часто бывает именно в низкоуровных инструментах графическая оболочка вокруг отладчика это такой набор красиво представленных инструментов того же самого отладчика и без знания его внутренности вы в этой графической оболочке будете очень сильно растерянно плавать какая-нибудь вот такая а тут ее кстати и нет обратите внимание возможно не все заметили кто все это наблюдал обратите внимание на то что я подключился к удаленному серверу который называется LinuxPrag вот дело в том что на нем развернуто окружение для чтения курса нашего на ВМК который у нас осенью был последний раз который как раз так и называется разработка приложений подлинных да я уверен что там достаточно хорошее окружение чтобы все работало но поскольку подключение дистанционное каких-то графических оболочек там просто нету некуда эту графику выводить вот так что мы будем пользоваться по мандайверу оболочек в самом конце лекции я расскажу как эту ситуацию изменить если вы этого хотите ну вот но этого мало смотрите мы с вами наблюдали какие-то куски исходных текстов каких-то файлов каких-то каких-то библиотек в данном случае скорее всего будет библиотека глебси то есть стандартная библиотека ну вот в которой скомпилирована наша программа наша программа она .node вот она помимо значит линуксового загрузчика и этого самого ну короче функция линуксового загрузчика скомпилирована скомпонована пардон с библиотекой лепси в данном случае разделяемой да у нас не статическая разделяемая но откуда вообще взялись исходники этой библиотеки в составе нашей операционной системы вот они там даже как-то называются вот это вот все да ответ такой очевидно они взяты оттуда же откуда взяты исходники нашей программы которую мы скомпилировали с дебаганфор где-то вот здесь вот смотрите вот они где-то в системе эти исходники просто туда установлены и по вот этому вот этому наверное да нет так не может быть короче говоря по некоторому по некоторому по некоторой контрольной сумме видимо она все-таки лежит где-то отдельно в какой-нибудь базе дебаггер узнает что от конкретной системной библиотеки с которой собрана вся операционная система в определенном месте лежат исходники которые ей соответствуют и поэтому можно значит не изморачиваться но но это означает что вот этот файл конкретно вот этот например попал в нашу операционную систему не просто так вот видите этот файл не принадлежит разумеется сишной библиотеке как таковой зачем нам исходники если мы не собираемся вот этой отладкой заниматься он принадлежит специальному пакету который так и называется glyпси коры дебагг инфо поэтому если вы собираетесь заниматься отладкой ваших программочек под линук системами не забудьте поставить не только не забудьте не только скомпилировать с поддержкой отладки к саму программу но и поставить дебагг инфо информацию от ваших библиотек это может быть не самый не сверх тривиальной задачей в случае если для этого нам нужно подключать специальные репозитории в котором лежат эти дебагг инфо библиотеки в смысле дебагг инфо информация от библиотек и бинарников потому что это довольно здоровенные репозитории смотрите сколько у вас бинарных скомпилированных компонентов вообще в репозитории столько у них дебагг инфо информации а у каких-нибудь супер больших библиотек дебагг инфо занимает гигабайт поэтому обычно эти репозитории в пользовательских дистрибутиях отсутствует а можно и подключить вот здесь другой вариант другой вариант это установить это воспользоваться сервисом который называется дебаггинфо д который предоставляют как правило сообщества разрабатывающие ну в данном случае конкретный дистрибутик вот и тогда даже есть у вас таких дебаггинфо информации нету и от отладчик зная к какому серверу ходить туда сходит скачает временно этот самый временно в какой-нибудь кэш скачает отладочную информацию конкретно бинарной библиотеки будет с ней работать кажется у меня здесь сейчас так вот кажется у меня здесь не настроено это сделано а вот теперь настроим вот вот есть такой сервер под названием дебаггинфо дайф линукс порк и это для дистрибутивов семейства альт который делает наш компания сообщества 20 вот дебаггинфо сервер выглядит вот там давайте попробуем что-нибудь такое что-нибудь такое сейчас так вот у нас стоит всего три конкретных пакета с дебаггинфо поэтому если я возьму какую-нибудь программу в которой в которой используется библиотека ну например инкурсис вот такую она пользуется библиотекой курсис да тогда наверное у нее придется при ее отладке придется скачивать исходники давайте попробуем так во первых посмотрим действительно ли это так да вот 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 этих дебаггинфо библиотеку символ у нас не стоит давайте попробуем давайте попробуем я не уверен что у меня заработать но гдб чё сербин вочь вочь ну скажем и лаз вот смотрите вечно говорит а чё вы хотите скачивать вот оттуда дебаггинфо информацию да я говорю хочу вот она его скачала вот правда лс надо было сказать правильно бин лс yes yes а минус минус аркс вот значит смотрите что произошло я неправильно запустил отладчик это такая штука которая следует знаете даже у меня по моему где-то написано вот да в сегодняшнем плане конкретно гдб обладает таким свойством что все параметры которые передаете он считает параметрами себя то есть самому гдб можно подать всевозможные команды как панель команды строки в огромном количестве ну не огромным но впечатляющим да вот соответственно он решил что это две две команды самому гдб вот если вот эти параметры это параметры утилиты больше то надо быть вот так дабы минус минус пауз тогда он должен по идее yes скачал start а программу watch которую 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 мы в глаза не видели он скачался вместе с дебагом фо ну и так далее такие дела не хотел про это рассказывать но раньше она работает наверное это полезное полезное знание да не обязательно ставить всевозможное огромное количество дебагом фо пакет если у вас работающий в том числе а значит что еще умеет гдб давайте пройдемся мы не знаю давайте напишем чуть более сложную программу который только . и . 7 до который будет что делать который будет я намеренно пишу очень тупо вот сейчас мы как раз его будем дальше вложить который ну скажем копирует файлы из значит файл первый параметр файл второй файл из имени файл копирует данные из файла задаваемого имя которого задано первым параметром программы файл имя которого задано вторым параметром программы через через небольшой да значит define букв сайт ну скажем 256 чтобы прям вот жестко да и соответственно чар звездочка нет чар буфер букв сайт вот ну и что мы сделаем мы значит обратимся к не будем использовать вот эту потоковую потоковую абстракцию абстракцию потоков файлов звездочка сиршной а прямо воспользуемся сиршным вернее липсишным аналогом системного и 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 Но, как мы видим, это все-таки уровень достаточно низкий, чтобы мы каждый раз задумались о том, с каком конкретно окружении мы имеем дело. Ну вот, значит, что? Значит, мы заведем парочку файловых дескрипторов. Еще раз повторяю, я намеренно пишу очень грязный код, я потом расскажу, почему он грязный. Так, давайте посмотрим, какие параметры должны быть у этого опена. По снеим, флаги. Флаги какие? Нам нужен редональ, наверное, какой-нибудь. О, редональ, точно. Ой, уйди противно. О, редональ. Вот. Почему ты... А, вы точка с запятой. Здравствуйте, программирование на питоне. Да, вот сравняется Open от RGV2. Сейчас, погодите. Там для этого нужно еще один инклюдник. Точно. Для этого нужно еще один инклюдник. Вот еще один инклюдник. Соответственно, в write-only тоже. Вот. И дальше мы будем там форм... Давайте здесь. Инк и равняется нулю, пока n равняется рит. Вот. Динк. В буфер. Размером n. Что-то я тут пропустил. Наверное, и... И пустился. Вот. Обратите внимание на то, что... Я воспользовался канонической схемой цикла, в которой у меня счетчик это i, а условия проверки вовсе не по счетчику, а потому что функция read вернула не ноль. Да? Функция read возвращает количество прочитанных байтов. Вот если она их вернула ноль, значит все запонят. Ну вот. Ну и, соответственно, что там? Write. Да, опс. Буфер. Pn. Кстати, я могу ошибиться. Давайте почитаем документацию. Это неправильная документация. Вот это правильная документация. Сначала дескриптор, потом буфер, потом размер. Вроде бы я все сделал правильно. Осталось только закрыть их. Close. Так, теперь расскажи, что тебе не нравится. Read. Говорит, read надо отдельно где-то. Да, Unis.td. Совершенно справедливо. Спасибо, дорогая, что меня предупредил. Да, да, отстань противно. Значит, еще один интернерник – это i. Другой дед. Вот. Вот такой грязный код из буквально 18-ти скрочек, который в случае, если нам повезет, делает то, что нужно. Вот. Если не повезет, делает то, что не нужно. Так. Чат у нас молчит. Ну и хорошо. Ну и в смысле не хорошо, но и ладно. За счет. То есть, пробуем. Минус O0 минус G. Минус O. O. O нам ругается. Значит, забегая вперед, обратите внимание на то, что язык программированных C настолько низкоуровневый, что по умолчанию он не пристает вам к таким глупостям, как вы что-то не то сделали, вы что-то не то сделали. Вы используете неинициализированную переменную, а потом ее значение, которое вы неинициализировали, куда-то передаете и так далее, и так далее. Не пристает. Но вы можете сказать ему, нет, ты приставай ко мне, потому что, скорее всего, неинициализированные переменны – это плохо для вас. Где он говорит? Энгольд неинициализированный. А почему? Ну, я молодец. Здесь была ошибка. Вот жалко, что у нас нет интерактива, потому что если бы был интерактив, кто-нибудь из вас, кто умеет программировать, сказал бы, что так делать нельзя. Да. Фишка состоит в том, что этот код у меня пришлось бы еще и отлазывать. Ну, у нас сегодня мы не можем посвятить весь разговор исключительно технике отладки, поэтому нам надо бежать. Вот, смотрите. Значит, ну, вот такой код, с которым мы будем возиться какое-то время. Вот. Давайте еще раз это скомпилируем. Так. Тут, говорит, давайте поставьте скобочки, отстань от меня со своими скобочками. Энгольд нециализирует. Да, естественно. Почему? А почему вообще? Что я сделал не так? Ой, господи. Да, простите. Вот почему плохо устраивать такие занятия в конце трудового дня. Класс. Вот как это выглядит? Да, n – это количество прочитанных, а и то количество размеров буфера у нас здесь. Ну, наконец-то ты от меня отстанешь. Практически отстану. Только, говорит, скобки поставишь. Скобки оставить не хочу. Окей. Давайте проверим, как это работает. Pro.si. L.7. Оно работает? Нет, оно не сработало. Ой, как интересно. Оно работает неправильно. Значит, мы какую-то ошибку сюда вбросили. Хотел бы, конечно, поотлаживаться. Так. Так. Нет, тут просто. вот и тут мы значит опять-таки забегая вперед наталкиваемся на такую ситуацию все все отлично у нас работает правда посмотрите все работает только не работали даже файл о . синий создается как там что вы сделали неправильно а кто ж его знает что мы сделали неправильно потому что мы забегая вперед не соблюдали дисциплину разработки нас мало ли почему мы написали так программу да может быть мы так хотели только она не работает давайте разбираться почему они работают что-то мы хорошо ли у нас хорошо ли у нас работают функцию опынера значит опыт что возвращает опы нас возвращается сейчас поломать и создается на сейчас секунд 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 да нет всего это нормально где ошибка хорошо давайте проверим так что у нас что у нас возвращает брать брать должно возвращать количество байтов которые минус один если ошибка очень хорошо значит относительно относительно дисциплины программируем вот теперь мы будем понятия рельс ну давайте так отладочная печать или давать сразу первых до значит что такое первое и почему я сговорил о дисциплине о дисциплине о дисциплине оформление на самом деле любая функция которая может быть может вызвать ошибку должна сопровождаться инструментом который проверяет наличие этой ошибки иначе иначе мы получим чушь который мы собственно сейчас видели это чушь файл пустой и тем не менее и тем не менее почему-то вон все работает никаких ошибок никто не будет а кто за нас выведет ошибку вот мы должны есть ошибку в райзинг давайте посмотрим для начала нет ли ошибки здесь мы проверяем что результат результат меньше нуля вот если он если он меньше нуля то как минимум вводим сообщение пробуй так ну вот еще одна проблема состоит в том что о .c у нас создался с вот такими правами так может быть делом это может быть давайте проверим так что для этого нужно для этого нужно открывать давайте проверим значит опын что у нас возвращает опын в этом валю возвращают дескриптор или минус единица окей пробуем и и и меньше нуля первым и 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 оказывается мы написали неработающую программу которая не работает как бы четыре раза подряд но в силу того что не обработали ошибки не увидели ни одной ну вот а теперь мы их увидели давайте тогда значит ну во первых конечно этот файл который мы неправильно создали надо удалить во вторых надо по ним почитать еще более внимательно видео есть и и на выяснить и и и у comments написать вот так вот. И тогда бы нас обругали. Видали? Он говорит, слушайте, ну вообще-то вот тут мод нужен. Да. Ну ладно, значит, минус ОГЭ. Я забыл, что такое минус ОГЭ, но вот он так делает. Окей, значит, давайте тогда мод ему еще вставим. Мод это что? Это проводовство. Ну, 644 как-нибудь, да, как обычно. Так, значит, во-первых, мне надоело, что он тут ругается. И давайте мы его тогда поставим эти скобочки, пускай он нас не допучает нам. Вот. Во-вторых, здесь третий параметр это права доступа. О! Ой! Что я сделал неправильно? А, я его не удалил. Да нет же. Окей. Давайте еще раз проверим, что еще мы сделали. Неправильно? А, естественно. Вот он, язык программирования 7. Скобочку не в том месте поставил, а и все, такая конструкция работает, работает. Ну, наконец-то. Наконец-то функция начала зарабатывать. Вот вам наглядная иллюстрация того, что я хотел перенести в конец лекции, но будем считать совершенно случайно. накидал ошибок прямо в процессе разработки и, как выяснилось, дисциплина программирования это такая довольно важная штука, без которой вот программирование таких дружественных кавычках, в смысле позволяющих пользователю, программисту сделать все, что угодно языках и средах программирования, как Siri, Glepsi и так далее, приводит к каким угодно эффектам. Нужна дисциплина. Обратите внимание на то, что в этом коде он все еще грязный, потому что в нем не обработан вот этот системный вызов Open, вот этот системный вызов Close и вот этот системный вызов Close. Вообще говоря, еще вот этот Read вообще поставлен неправильно, потому что Read тоже может вернуть минус единицу в случае ошибки. То есть это вообще слишком на скорую руку написанный код, вот, потому что Read тоже может вернуть минус единицу. Читаем. Где там? Вот. Пожалуйста. То есть на самом деле следовало писать еще более сложно, следовало отдельно прочесть этот n, этот n потестить на предмет не является ли он минус единицы, если является минус единица, тоже вывести соответствующую ошибку, ну и так далее. Такие дела. Вот. Ну, хорошо. А мы с вами возвращаемся к использованию отладчика, раз уж мы забежали вперед и поговорили про дисциплину, да, которая состоит в том, что любая возможная ошибка должна быть обработана, иначе она прямо так въедет в вашу программу и никто этого не увидит. Вот. А мы возвращаемся к использованию отладчика. Значит, теперь нам есть чего отраживать. У нас есть прямо программа, которая несколько раз что-то делает, да. Напоминаю, что ключик минус-минус args для того, чтобы параметры, которые идут после имени программы, считались ее параметрами, а не параметрами gdb. Ну, хотя бы вот да, точка си. А, не про, как у нас программа называется. Коп. Да. Коп. Точка си. Ну, там раз, два, три. Не важно. Бум. Старт. Интересно, кого он хочет скачать. А, ptr. ptr. У нас отсутствовал. Ну, ладно, мы без него собирались. Вот. Тем не менее, как видите, командочка лид показывает исходник нашей программы. Они не зашиты в атлантичную информацию, разумеется, они просто тут лежат. Вот. Ну, и можем прям вот. Что еще можно сделать? Вот это мы next. Значит, мы можем посмотреть, что лежит в разных переменных. Допустим, вот. Напоминаю, что write возвращает количество прочтенных байтов, их 256 штук. Вот. мы можем сказать, принт, сам рис, и посмотреть. Мы можем сходить в функцию какую-нибудь и посмотреть, как она работает. Ну, например, да хоть в этот рай. Да? Мы сейчас где вообще? Ну, хорошо. Чмак. Вот. Можно посмотреть с помощью командочки backtrace кто кого вызывал. Вот это наш нулевой фрейм, из которого мы вылезли. Вот. Это фрейм в... Нет, нет, он соврал. А где? Вот. Вот это наш самый верхний уровень фрейм и функция main, с которым мы вызвали наш макрос, точнее, наш функцию, ну, это был макрос в рай, который там превращается в такие штуки. Вот. И это, значит, следующий уровень фрейм, ну, и так далее. Вот. Если мы скажем сейчас команду list l, то нам покажут как раз содержимое вот этого файла. Вот. А если мы хотим, добравшись в отладке до определенного места, посмотреть тем не менее содержимое предыдущего файла, то мы можем сказать что-то типа up1 или просто up, и подняться на один фрейм, бывший, вот на фрейм номер один. Вот здесь, пожалуйста, мы вот сейчас как раз этот самый в рай и обработаем. Вот. я тут не привел пример функции, наверное, стоило привести пример функции, давайте мы это сделаем. bbbb проб нет, куб. точка си, вот, чтобы можно было что-нибудь такое, да, воин, что-то просто ради того, это совершенно ненужное усложнение, просто ради того, чтобы мы с вами смогли отладить эту штуку, например, поставить, поставить breakpoint, о котором сейчас пойдет речь. вот, нет, вот так, вот так, да, что ему не нравится, рез ему не нравится, значит, тогда не будет вопием. бутер у нас называется book, вот, и, соответственно, здесь мы просто говорим do right about breakpoint зачем я это сделал, код усложнился, смысл в этом не было никакого, я сделал это для того, чтобы показать, как поставить breakpoint, на самом деле, не более там, что тебе не нравится, non-void function, молодец, спасибо компилятору, опять-таки, вы видели, что это warning, если бы не было wall, мы бы еще не увидели этого предупреждения, функция do right должна возвращать int, только она ничего не возвращает и, скорее всего, вернет какую-нибудь хрень, мусор, лежит, грязащий на стейлере, мы такого не хотим, вообще-то пускай будет рез, вот, и мы продолжим, что тебе еще не нравится, unused рез, ага, спасибо, дорогая, отлично, ну что ж, давайте еще раз кдб, да, что мы можем еще сделать, мы можем поставить breakpoint на, ну не скажем, старт, чуть не, а, может, идти, стейдинг дб, может, и установить уже, а, и, хорошо, спасибо, дорогая, сейчас мы так и сделаем, значит, обратите внимание на подсказку, которую мы сейчас все время игнорировали, для того, чтобы управлять GDB, существует такой специальный файл под названием gdb.init, мы к нему еще вернемся, видите, какой у меня развесистый, в котором можно всякие инструменты вставлять, например, сказать, что дебагг G по умолчанию разрешен, и поэтому нам каждый раз есть, не надо будет говорить, давайте проверим этот факт, смотрите, какая красота, значит, нет, он говорит, что там какая-то фигня, он оффаск, понятно, он, тоже нет, равно, что ли, извините, втупление к прямому эфире, а в чем проблема-то была, я где-то ошибся, что ли, ну, давайте про. Синтаксис, однако, синтаксис, ну, ладно, спасибо, дорогая, Так, мы все-таки вернемся Мы все-таки вернемся Ну вот, наконец-то мы к этому вернемся Breakpoint Командочка B или breakpoint Или break, точнее Может быть установлена на номер строки Нашего исходника Или на символ, вызываемый ровно для этого Я и придумал функцию do right Чтобы прямо сказать run И программа наша бы запустилась Работала бы, работала, работала, работала Достигла бы она, значит Пункция do right Давайте посмотрим backtrace Вот мы, из которого мы вызвали А вот пункция do right, которая нам приехала Она даже, видите, показала, какой параметр Какой параметр ей передали Это вот кусочек такой Нашего 256 байтус Из нашего, значит, файла Вот 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 мы сидим, значит, в этом самом Думайте Сейчас будем Вот И это, значит, как breakpoint Breakpoint можно удавить Вот И тогда Командочка continue Скажет, что все прошло на правду Успешно Если мы так делать не будем И, соответственно Запустим run То Командочка continue Нам остановится на передаче Следующего блока Потому что мы помним, что блоков у нас Несколько Наша программа Разнимает больше, чем 256 байт Вот Вот мы Трижды сказали continue Она трижды записала На третий раз Она Вылетела Потому что Байтов хватило Да Мы переписали весь Вот Вот Так Смотрим в чатик В чатике абсолютно пусто Значит, я продолжаю грузить В пустое пространство Увы Окей Значит Вот Примерно так Да Значит Ну давайте еще один посмотрим Еще один посмотрим Примерчик Управление ГДБ Но на самом деле ГДБ Это мощнейший инструмент Это единственный Такой разумный Отладчик Низкоуровневый Под линукс И вообще Под линуксистемы Вот Нет, не единственный Я соврал Комплект Этого самого ЛЛВМ А какой-то ЛЛЛДБ А еще есть какие-то Были когда-то Какие-то припретарные Но по крайней мере ГДБ Это вот Как бы З Отладчик Вот Значит Еще один Наверное Пример Парочка Примеров Вот Из лекции Взятые Сейчас я подгляжу Лекцию Как шпаргалку На всякий случай Вот Не подгляжу Какая жалость Ну Короче говоря Значит Время у нас поджимает Там осталось Не так много Поэтому давайте Мы двинемся дальше Один единственный Пример Чтобы было понятно Как это все происходит Я уже говорил Что Райт Это Вот Это системный вызов На самом деле То есть Это оболочка Вокруг Сделанная в Лепси Вокруг системного вызова Райт Это значит Что если мы посмотрим Трассировку системных вызов Об этом будем говорить Оставшееся время То Значит В конце концов Мы увидим Как происходит Обращение к ядру С этим самым Системным вызовом Можно взять И в ГДБ Ручками сказать Пожалуйста Слови мне Системный вызов Райт Запустить программу Вот И она скажет Опа Мы тут Сейчас Собираемся Вызвать Райт И это все Находится В глубинах Значит Той самой Глипсишной Обмазки И функции Райт Мы помним Такую строчку Она у нас встречалась Где-то на третьем уровне Точно Видите Три Вызвали Из мейна Вызвали что-то А из этого что-то Вызвали Вот Обмазку Вахру Райта Вот Мы говорим Континью Он говорит О Мы вернулись Из системного вызова Райта Посмотрите Что произошло Мы говорим Континью Ну и так далее Тачпоинт Так называем Значит То что мы С чем мы имели дело Называлось Брэкпоинт Это Качпоинт ЕС Отстанет Последняя Тема На Про ГДБ Это Сценарий Для ГДБ На самом деле Вот эта Последовательность Команд Которую мы Вписывали руками Можно вбить В сценарий Поскольку Изучение Сценарий Это такая Практическая Задача Которую я Оставляю на вас Вот Ну или Как бы Необязательно Их Прям Изучать Изучать Можно Просто Скопипаститься Откуда-нибудь Подходящее Решение Зависит От того Глубоко Хотите Залезать Вот Поэтому Просто Рассмотрим Как они Устроены Они Устроены Супер Просто Вы Просто Складываете Куда-то Файл Последовательность Этих Самых Команд Вот Давайте Как оно Коп Как он Должен Называться Совершенно Неважно Просто Чтобы Не путаться Ну Например Что мы Там Делали Старт Да Это Значит Брейкпоинт Мы И А нет Давайте Даже Не так Брейкпоинт Дуврайт Да Дуврайт У нас Называлось Дуврайт У вас Брейкпоинт Дуврайт Дальше Ран Дальше Континью Континью Бринси Вот Я вам говорю Что сейчас Произойдет У нас Программа Загрузится Поставится Значит Брейкпоинт На функцию Дуррайт Дуррайт Вызывается Трижды Поэтому Когда запустим Мы Первый раз Выйдем Второй раз Выйдем Третий раз Выйдем Кажется Надо еще Четвертую Еще Ну вот И теперь Мы делаем Вот так Минус Икс Программа Нет Программа Гдб Так Че А Третий раз Континью Делать было Не надо Видите Ошибка В седьмой строчке Какой такой Континью Уже Программа Закончилась Хорошо Значит Один Континью Был лишен То есть Что произошло Мы взяли Последовательность Команд Вписали ее В некоторый скрипт Этот скрипт Мы умели все Единственное Что Отличает Не единственное Но Что я успею Сегодня рассказать Что отличает Вот этот скрипт От просто Последовательности Команд Это то Что к Брекпоинту Можно Вписать Обработчик Именно этого Брекпоинта На скрипте Выглядит Это следующим образом Давайте Я Рассмотрю Шпаргалку Чтобы Сэкономить Время Во Команд Один Брекпоинту На дурайт Мы Приписываем Команду Первую Которая Ну например Что делает Ну например Print У нас Делает Буф И Континьюн Вот Что при этом Получится Каждый раз Когда У нас Происходит Достигается Этот Брекпоинт Выполняется Вот эта Команда Которая Выводит На экран Содержимое Строки Буф Являющийся Параметром Этого Дурайка Давайте Посмотрим Как это Выглядит И что-то Я не понял Что я сделал Неправильно А Я забыл Сказать Ран Нет Я не забыл Сказать Ран Бу-бу-бу-бу-бу Давайте Посмотрим А Сет Позженет Смог Еще На всякий Случай Да Потому что Если Он Нас Застрянет Но Это Не так Интересно Интересно Что я сделал Не там А Нет Конечно Молодец Нет Вот Я забыл Закрыть Команд Один Молодец Хорошо Сделал О Смотрите Какая Замечательная Штука Значит Итак Мы запустили Скрипт Этот скрипт На каждый Из брейкпоинтов Запустил Содержимое Обработчика Этого Брейкпоинта Который Выводит Содержимое Строки Буф И Даже Видите Он знает Что это На самом деле Переменный Буфер Из Этого Самого Мейна Такие Вот дела Забавные А где Этот Принт А вот Принт Да Вот Вот Сценарии Для ГДБ Могут Быть Развесистые Там Могут Быть Условия На То Когда Есть Брейкпоинт Когда Нет Брейкпоинта И вообще Вообще Много Чего Можно Представить Вот В том Примере Из которого Я копировал Там Он На Качпоинт Навешан Это Сценарий Видите И тут Написано Сначала Выйти Из Контекста Right После Качпоинта Вывести Что-то И продолжить Ну Короче Говоря Сценарий Все Это Значит Тема Про ГДБ Понятное Дело Что Эта штука Бесконечная ГДБ Можно изучать Я думаю Что я готов Прочесть Спецкурс ГДБ Только Мне самому Надо подготовиться Хорошенько Потому что Потому что Вот Скажем так Я могу это сделать Если подготовить Вот Но у нас Есть еще полчаса На разговор На другую Очень важную Тоже Тему И это Утилит Который называется Стрейс Значит Стрейс Смотрите Какой прекрасный Логотип Мне очень нравится Этот логотип Значит Стрейс Это утилита Которая Отслеживает Внимание Те самые Системные Системные Вызовы О которых Сейчас Шла Речь Вот Как она Это делает В случае Линукса Она пользуется Механизмом Который называется Ptrace Который как раз И позволяет Из-под Обычного Пользователя Отловить Тот момент Собственно Вот этот Качпоинт Который мы делали Он делает Тоже самое Отловить Тот момент Когда программа Уйдет Закучит Уйти В kernel space Со соответствующим Со соответствующим Сисколом И Что-нибудь В этот момент Сделать Ну как минимум Затрейсить Нарисовать С какими параметрами Что там происходит Вот Значит Так 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 Ббббб Почему Истрейс Это инструмент За который я Хватаюсь Даже раньше Чем за ГДБ По количеству усилий Которые требуются Для того Чтобы Получить Нужную информацию Значит Мы с вами Вот Час Занимались ГДБ Освоили Три с половиной Команды Вот это все Ну некоторые Некоторые упражнения Давайте Применим Мы применим Истрейс К нашему Систему С нашей программой Которая делает Даже не Наши Вот это Сложные Программы А то Которые Пут-с Делает Помните Мы так И не Добрались До Сискола Конечно Кэш Сискол Райт Нам бы Показал Этот Сискол Но давайте Мы Попросим Стрейс Сделать Как Называлось Пут-с Не Пут-с А как Он Назывался Проб Да Во Обратите Внимание Что Для того Чтобы Воспользоваться Именно Трейсингом Сискол Нам Не Обязательно Дебаг Инфо Иметь В программе Разумеется Потому Что Мы Не Просматриваем Исходный Кэш Программы Смотрит Только В какой Стемный Вызок Анализ Вот Давайте Так Стрейс Мус Е Мус Еврайт А точка Ауч Чисто И сухая Да Вот Никакого Вот этого Значит Ничего Лишнего Один Единственный Сискол Один Единственный Вызов Вот Вот этот Ку-ку Это Конечно То Что Он Вывалил Нам На Экран Давайте Делаем Вот Так Да Четыре Это Количество Байтов Один Это Этот Самый Господи Дескриптор Файла Короче Говоря Наша Программа Могла Могла Быть Вот Вот Так Да И Никто Нам Ничего Не Сказал Походу Только Надо Понятное Дело Она Где-нибудь Где-нибудь Лежит В Июне СТД Да Точно Двинист Даль Да Значит Чуть Не Нравится Все Все Хорошо Не Переставай Короче Чем Вот Этой Хотя Эффект Промент Стрейс Вот На самом Деле Стрейс Может Довольно Много Что Сделать Давайте Попробуем Застрейс Вот Так Без Указания Минус Е Вот Мы Говорим Отфильтруйте Мне Пожалуйста Только Системные Вызовы Класса Райт Но На самом Деле Один Един Системные Вызовы Тут Говорим Нет Слушайте Давайте Все Системные Вызовы Тут Выясняется Что Этих Системных Вызов В количестве Во-первых Естественно Сам ExeQ Который Запускает Нашу Программу Системный Вызов ExeQ Потом Собственно Попытка Из Шелла Загрузить Загрузить Нужные Библиотеки Вот Потом Эти Библиотеки Открываются Вот Лепси Открывается Обычный Опен Точнее Опен Эт Да Для того Чтобы Программа Динамически Склинкованная Лепси Вообще Заработала Эту Лепси Нужно Открыть Вот Открытие Вот Из нее Читаем Вот Мы Вызываем Стат На предмет Того Вот Происходит Какой-то Мэмри Маппинг Не знаю Для чего Вот И так Далее И так Далее И так Далее И даже Вот В конце Концов Происходит Наш Райт А еще Игзегрупп Процесс Групп Такая Казалось бы Простая Утилита Он столько Всего Съел Да Мы можем Например Ограничиться Классом Системных Вызовов Написать Минус Хеф Файл Вот Тогда Вот эти Все Мапы Которые Я в общем Не понимаю Зачем Нужны Но они Нужны Наверное Кому По всей Видимости Как раз Исполняющей Систем Миссии Они пропадают Отказываются Только Экзек Который Ходит К файлу Акцесс Который Проверяет Доступлен Доступленный Такой файл Он недоступен Но в принципе Он нам и не нужен Вот OpenEd Который Открывает Соответствующие Файлы Stat Который Проверяет Их Атрибуты Ну и Собственно Все Такие Делают Вот Но на самом Деле Конечно Конечно Этим Свойства Стрейса Далеко Не ограничивается Не только Фильтрация Но и куча Всего Ну например Мы можем Мы можем Смотрите Видите Третий Файл Дескриптор Номер 3 Что это за Файл Дескриптор Номер 3 Откуда Вообще Что это за Файл Такой Был От которого Файл Дескриптор Номер 3 Мы не знаем Но мы можем Попросить Стрейс Показать Это Нет Это было Другое Это был Адрес Минус И показывает Адрес Вот Ключик Минус Y Говорит Третий Дескриптор В данном Случа Это файл ETC LD Cache Который Был Открыт А здесь Это файл Lips A4 Lips C6 Который Был Открыт Видите Вот Таким Образом И вот Таких Вот Опций Таких Вот Опций Устрейс С лихвой Всякие Всякие Вербос Моды Которые Показывают Дополнительные Переменные Например Exeq Что было В переменных Окружения Да Или Например Сколько Происходило Чтение Вербос 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 Что-то не нравится Ой БД-адрес Говорит А Ну еще бы Там не было БД-адрес О Кстати Обратите Внимание Давайте Я сделаю С вашего Позволения Еще Трехминутное Отступление Насчет Грязного Кода Мы Плохо Написали Нашу Программу Копу Она Вообще Вечный Цикл Заходит Что мы Неправильно Сделали Ну конечно Надо было Не первых Делать А сразу Выйти оттуда Ёлки-моталки Резь уж Ошибка Зачем Пользоваться Ошибочным Файлом Ну правда ER3 По-моему ER Да Вот Так ER Eval Так Давайте Сделаем Уже Как нормальные люди Только в каком На этом файле Лежало Я Раши Нарезал Вот Заодно Мы Различаем Теперь На уровне На уровне Проверки Какая была ошибка Если наша программа Возвращает Экзит Статус 1 То это Значит Была ошибка Тот А если Пробуем А ну да О Хотя бы так Но это еще Не все На самом деле По-хорошему Мы должны Вместо этого Сразу сказать Что Количество Параметров Возвращаем Меньше Двух Трех Да 0,1,2 Трех Количество Параметров На самом деле Должно быть Больше двух Вот Иначе Мы должны Написать Что-то Типа такого ER Минус 2 О Как-то так Боюсь соврать Но как-то так Ну попробуй Ну не так Но вы меня Поняли Еще одно Требование К дисциплине Разработки На CX Стоит в том Что если Вы уже Словили ошибку Или так Если вы уже Словили ошибку Надо немедленно Выходить На самом деле Еще надо Что-нибудь Закрыть По-хорошему Надо еще Файл Закрыть На самом деле Надо было Еще закрыть Инпут файл Вот Если вы Обнаружили Что количество Или качество Параметров Которые передают Вашей программе Не соответствуют Тому Что валидно То тоже Надо вывести Ошибку И тоже Выйти Вот Вот это Уже Ближе К нормальному Программе Есть еще Одна тема Об обязательных Действиях Это Экзит Но она Слишком сложная Мы ее Пока не Такие дела Это значит Мы Застряли В Стрейсе Значит Минус Я Райт Ну что-нибудь Типа Роуз Точка Си Разглас Вот Ага Роуз Точка Си Слишком Маленький Ну тогда По Точка Си Вот 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 вам Пожалуйста Значит Три раза Был вызван Системный вызов Рай Вот И мы С помощью Дополнительного Параметра Системный вызов Системный Экзит А Системныйches Вот Теперь Ну и так далее Да Нам очень Довольно Много Всяких Других Интересных Инструментов Значит Если вывод очень большой, ну, допустим, вот как здесь в примере, и вам нужно с ним как-то разобраться, вы вполне можете взять и перенаправить его в файл и разбираться с ним. Кстати, редактор ВИН, как видите, умеет красиво его раскрашивать. Смотрите, какая красотина. Просто полная красотина. Вот. Еще один довольно интересный момент. Это то, что вы можете стрейсить даже в ситуации, когда у вас одна программа запускает другую, которая запускает третью и так далее. Вы можете стрейсом пройти по ним всем. Для этого надо сказать еще минус фы, фоллоу. Ну, самый простой способ – это conceptual script. Да. Вот, пожалуйста, у нас shell script, который запускается shell, который запускает утилиту data, утилиту календарь. Вот. Если сказать ему стрейс минус или экзек вверх, экзек вверх, 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 вверх. Вот. Если ему сказать стрейс минус и экзек вверх, то он отловит только один экзек вверх, вот этот. Как shell запустился и выполнил этот. Как запустился shell, выполняет утилиту. А если ему сказать минус фоллоу, да, он говорит, а вот вам экзек вверх календарь, еще где-то экзек вверх дэйт. Вот. Да. То есть он отловил раз, два, три вызовы этого самого экзек вверх. Да. Рекурсивно по всем вызовам туда будет. Вот. И так далее, и так далее. Нас сегодня интересует, опять-таки, более такая хитрая штука, связанная с стрейсом. Это так называемый вброс ошибок. Значит, вот есть, например, могу сослаться на одного из таких главных монтейнеров стрейса Дмитрия Лебина. Посмотрите на этого человека. Тут его не очень хорошо видно. Просто посмотрите на этого человека и сравните его вот с этим, с этим страусом. Мне кажется, улыбка и глаза просто один и тот же. Вот. Ну, правда. Ну, вот. Значит, извините, это я ненамеренно. Там довольно большой доклад про это. Прям большой. Идея состоит в том, и этим мы будем пользоваться, что мы можем нашу программу заставить выдать ошибку на любом месте. То есть, не только ошибку, там можно подменить возвращаемые значения, там можно подменить результат, что угодно можно сделать. Но у нас осталось не так много времени, поэтому мы заставим нашу программу выдать ошибку, ну, скажем, на том самом в райз. Да? Значит, вот давайте еще раз посмотрим, как у нас устроен этот наш копик .7. Мы можем заставить нашу программу на каком-то сисконе выдать ошибку. Зачем это нужно? Это нужно для тестирования. Представьте себе, что вы в бою эту программу запускаете, у вас прилетает ошибка, а вы ее не обрабатываете или обрабатываете неправильно. Мы это видели в начале нашего разговора. Я написал грязную программу, которая плохо работала, создавала неправильные файлы, падала, значит, никакой диагностики не было. Короче, все было плохо. Но если вам нужно протестировать вашу программу, то вы должны в вашем окружении, внутри которой вы ее запускаете, каким-то образом предусмотреть, чтобы, например, этот в райз не заработал. Вот все заработало, тут все хорошо, да, это тоже обмазано у вас, вы не пишете, как я, плохо, вы пишете, хорошо. Это обмазано у вас тоже, обработка ошибки. Все работает, а райд не работает. Почему? Ну, может такое быть. Может, наверное. Как такую ситуацию создать искусственно в средственном операционной системе? Да бог его знает. Ну, вам же не нужно создавать такую ситуацию в средственном операционной системе. Вам нужно проверить, как ваша программа отреагирует на ситуацию, когда вот этот райд равняет ошибку. Поэтому давайте мы скажем стрессу, значит, крок там, ну, неважно, там, коктку, то есть кси, раз, два, три, да, стрессу заинжектить флот. То есть кси, раз, два, три, да, стрессу заинжектить флот. Обратите внимание, что наш райд сработал, несмотря на то, что он ничего не записал. Я сильно подозреваю, что сейчас файл раз, два, три пустой. Нет, не пустой. О, пустой. Он даже не закрылся, потому что программа упала. Да? Значит, еще раз. Вот мы запустили наш аут-кок в раз, два, три, но в раз, два, три ничего не записалось, потому что ни один из райдов не сработал. Но мы этого не проверили. Упс, у нас программа работает неправильно, мы это не оттестировали. Мы не можем, говорят, мы это не предусмотрели. Давайте предусмотрим. Так, что я сделал неправильно. По идее, он должна была вернуть Яна Сиз. Почему она не вернула его? Так, это не тот прайс. Return value. Минус один, return, я не понял юмора. Так, настал опять черед тупления в прямом эфире, потому что я, честно, пока не понимаю, почему у меня эта самая do right не вылетает вот здесь. Она должна это делать. У нас тут специальная проверка стоит. По идее. Так. Я правильно же понимаю? Так. А, нет, все было правильно. Вот же он. Короче, смотрите, что мы сделали. Мы заблокировали в write. Конечно же, первым нам ничего не вызвал. Окей, давайте тогда сделаем так. Так. О, отлично, смотрите. Вот теперь все заработано. Значит, поясняю, что я сделал. Во-первых, я вызвал EPR, ошибку EPR, Operation Not Permitted, потому что туда приехала, может, это был EPR, можно E-NoFile какой-нибудь, я не знаю. Это не важно. Во-вторых, я сказал, только первое, первая из операций write, только она, больше никакая. Только первая операция write, происходит с такой ошибкой. Значит, все остальные, в том числе write на экран, слово вот это вот, вот это вот, это же тоже write, именно поэтому мы в прошлый раз ничего не увидели. Все остальные операции выводятся на экран. Оказывается, никакой ошибки у меня не было, все было хорошо. Просто fault injection был слишком крутой. Мы заинжектили fault E в нашу операцию, в операцию записи файл, и в операцию ERR, вывода строки на экран, потому что она тоже делается с помощью системного вызова write. Теперь мы сделали только один строки. Нам кажется, для домашнего задания понадобится еще вот такая вот штука. Давайте посмотрим, что такое ключ минус P. Да, например, мы можем, мы могли вместо того, чтобы сказать V на один, мы могли сказать минус P раз два три. И кажется, такая штука должна была повториться вот. Видите, он говорит, смотрите, мы, ну, для начала нам стресс говорит, чувак, ты указал относительный путь, укажи, на самом деле лучше абсолютный, вот абсолютный путь. Вот, но, опять-таки, мы сказали, что вот этот инжекшн, fault injection происходит только на файлах, на операции write с файлом раз-два-три. Да, вот, за счет отрешенов примите, ну, и так далее. Вот, в действительности там синтаксис еще более развесистый, разнообразный и так далее. Нам осталось совсем немножко времени, но мы, в общем, а, да, немножко развлекусь. Если вы напишите стресс минус минус типс, вам страус выдаст какую-нибудь разумную подсказку. Вот, он говорит, что если вы скажете минус y, а мы это сделали, спасибо страусу, мы это знали, то он вместо дескриптора файла будет еще подсказывать, в каком месте конкретный файл лежал. Вот, это значит, что касаемо вот этого всего. Значит, чего мы еще не поговорили про дисциплину, и это про шелс-ценарий. Значит, вам в домашнем задании, этого у нас не будет, вам в домашнем задании надо будет написать некую последовательность команд, которые делают, ну, то есть написать программу на оси простенькую, которая запускает из-под себя другую программу и подменяет с помощью, с помощью этого самого Wargway имя программы, да, что вот вы запустили программу под названием там, не знаю, LS, а в таблице процессов она значится как, ну, не знаю, RR, вот. Потому что вы подменили ярдной этой программе, да, ну, вот примерно так, но больше ничего. Такой туповатый и непонятно зачем нужен инструмент. Вот, это домашнее задание. Значит, у него некоторые параметры будут соответственно к этому домашнему заданию должен прилагаться ГДБ-сценарий, который, в числе прочего, совершенно не обязательно все ограничивать только вот этим выводом, но ГДБ-сценарий должен быть устроен так. Вы запускаете его, в нем запускаете вашу утилиту, эту утилиту запускаете с одним, с несколькими параметрами, в этом случае она заменяет имя программы на алиас и передает ей параметры, и ГДБ должен вывести последний из передаваемых параметров. Класс. Ну, просто вот так же, как мы это с вами делали. Делать брейкпоинт на конкретную строчку или на этот самый, вы оформляете это в виде функции, делаете брейкпоинт на функцию. Вот, там, значит, есть список параметров, которые вы сформировали для того, чтобы вызвать системный вызов к EXEC-VE. Вот, значит, и вы просто выводите с помощью P, вводите ARGV, там, в скобочках ARG-C-1, что-нибудь в этом. Вот, и, значит, несколько, это было слово S-Trace, сейчас мы это немножко отредактируем, с вашего позволения, не S-R-Tace, S-Trace. S-Trace, вот, и несколько вызовов S-Trace, который инжектит все возможные, разумные, разумеется, не абсолютно все, а все ошибки, которые у вас могут возникнуть в процессе, там, опена, EXEC-а, да, Аксесса, потому что вы должны проверить, что ваша программа доступна вам на запись, то есть попытаться ее с помощью Аксесса проверить, что там она запускается. Вот, все эти ошибки, значит, да. Если вы это проверили и пошли вызывать EXEC-VE, вообще говоря, надо попытаться туда заинжектить тоже ошибку, мало ли что. Вот, значит, возможно, там только одна ошибка, я не знаю, да, это на ваше усмотрение, возможно, там несколько разных может быть. В общем, вы должны сделать EXEC-ошибки, которые показывают, что ваша утилита умеет обрабатывать ситуацию, в которой вы все проверили, начали выполнять системный вызов, а там произошла какая-то гадость. Вот. Все это нужно сложить в некоторых сценариях. Самая примитивная штука – это просто шелл-сценарий, в котором вызывается подряд несколько, вот как я запускал этот рак, да, вот такой вот, да. Вот сюда вписать, ну, скажем, вот такую штуку. Вот. Да? И вот такую штуку. Собственно, это и есть ваша домашняя цель. Понятное дело, что если вы достаточно квалифицированный разработчик и знаете, как устроен вообще процесс сборки программного продукта под Linux, написание вот таких портянок из шелл-скриптов – это, конечно, плохой стиль, просто у нас лекция уже закончилась, и мы не можем пройти весь спецкурс, разработка приложений под Linux, в котором про это идет разговор. Но если вы умеете в make-файл или умеете в какой-то c-make, или умеете в вашу какую-нибудь клинцию, да, пожалуйста, оформляйте ниндзи-файл, который будет все это делать, все это будет хорошо. Вот. Да, ну, вот такой вот файл с ответом, значит, файл на c, шелл-скрипт. Вот он все время тут появляется, шелл-скрипт, этот самый, и кдб-сценарий, вот который отсюда запускается. И должен быть в вашем домашнем задании. Вот, значит, мы приближаемся, видимо, к концу, как я правильно понимаю, условия, которые мне ставили в начале. Вот, соответственно, решение ваших домашних заданий вы присылаете мне вот по этому адресу. Вот. Обязательно ставьте большими буквами слово «неймор» в тему письма. Это робот, он будет все такие письма перекладывать в отдельный ящик, обрабатывать. И обязательно ваши вот эти все программы просто оттащите к этому письму. Не надо, пожалуйста, архивов, не надо, пожалуйста, все это копипайсить в один большой файл и так далее. Просто оттащите в виде несколько адресу. Вот. Это будет ваше домашнее задание. Оно так устроено. Если у вас нет нормального доступа к Linux-дистрибутиву какому-нибудь, который умеет во все то, о чем я сказал, или вы не очень хорошо понимаете, как его адменить, чтобы там все это появилось, можете воспользоваться вот этим дистрибутивом. Сейчас я попробую до него достучаться. Это лично мной с Варганиной сегодня дистрибутив на базе нашего альтового дистрибутива Simple Linux. Сейчас, секунду. Что, ключа нет? Да нет, ключи есть. А что тебе не нравится? Да. Секунду. Понятно. Ну ладно, значит, видимо, тогда я вам не покажу. Ну, в общем, это не входит в нашу лекцию. Короче, попробуйте. О, кто-то все-таки вышел. Кто-то все-таки хочет нам что-то сказать. А я уже ответил на вопрос про свою работу. Правильно, Артем? Да? Значит, да. Так вот, я специально... Более того, свяжитесь со мной в Телеграме. На сайте Unix.org есть мой Телеграм. Вот. Фрабор Джордж, на самом деле, мой Телеграм. Да. Свяжитесь со мной в Телеграме. Если вдруг вам захочется что-то добавить в эту штуку, я готов это сделать за фиксным таймом. Но уже сейчас все примеры, которые мы сегодня рассматривали, там, в этом дистрибутиве проходятся. Это live-дистрибутив. Он не требует установки. Его можно загрузить на любом компьютере или в виртуалке. Это я сейчас пытался сделать. У меня просто какая-то странная штука. Вот, штука моя почему-то нерабочая. Не знаю почему. А, понятно. Понятно. Ну, неважно, короче. Его можно загрузить в виртуалке. Именно отсюда, из переговорки, я не могу загрузить в виртуалку. Вот. Там просто беспарольный вход, причем даже беспарольный вход, потому что это такая опасная штука. Вот. Но в виртуалке, понятно, никого это не волнует. И на нем все эти... Да, там есть сеть, там есть броузер, там есть компилятор, там есть отлайчик, там есть все. Вот. И на нем можно будет тренироваться. Если у вас, повторяю, нет вашего любимого дистрибутива, на котором все то же самое работает. Все. Значит, я успел запихать в полтора часа все, что хотел запихать. Значит, чтение дополнительное. Это можно посмотреть в курс моих лекций. Извините за самый пиар и минутку магии величия. Вот. Потому что я им бы пользовался, когда делал вот эту лекцию. Значит, можно посмотреть туда, можно почитать прекрасную книжку, которая называется «The Linux Programming Interface». Вот. Эту книжку написал человек, который монтейнит, внимание, сайт со всеми монпейджами Linux. Вот так вот. Да? Вот он. Всеми. Горячо рекомендую читать его, если вы не привыкли читать MAN, как я это делаю из командной строки. Значит, по ГДБ и по С-трейсу тоже информации довольно много. Вот. Я как бы... Годится любая, но если вам... Ну, то есть, что-то конкретное рекомендовать не могу. Ну, вот в планах, в материалах лекций по соответствующим инструментам есть ссылки на эти материалы. Смотрите. Все будет там. Вот. Кажется, я ответил на вопрос про домашние задания. Вот оно тут написано. Можете еще раз подосходить. Если есть какие-то вопросы, сейчас задавайте их, пожалуйста. Если нет никаких вопросов, сейчас можете задавать их в личку вот сюда. Вот. У нас есть, помимо этого, чатик в Telegram большой, где вам тоже могут помочь просто потому, что у нас там есть тусовка такая около-линуксовая. Сейчас покажу. Вот. Вот она, группа в Telegram. Unix Talks называется. Вот. Соответственно, вы можете туда зайти и там спрашивать, если что, вам там тоже могут рассказать. Ну, короче, мне кажется, что информационную часть я тоже закончу. Вот. Поскольку я больше не вижу никаких активностей, а время наше, кажется, вышло уже совсем, да, я предлагаю закончить на этом. Вот. Закончить. И, собственно, все. Да. Я правильно понимаю? Георгий, большое спасибо. Ага. Я, я... Нет, все правильно, да. Полвосьмого, девять. Да, все нормально. Все правильно. Я... Субтитры сделал DimaTorzok